Это такой салонный романс, салонный романс о нелёгкой судьбе прокурорши. А, конечно, он должен читаться под фортепиано, но нету, ну тогда так. Госпожа прокурор, госпожа Воскребенцева, Обитает в Царицыно, возле старых прудов. Ей, блин, ёлки-палки. Ну вот, да, да, бывает. Без бумажки бывает такое. Игорь, а ну да, ей, блин, ёлки-палки. Ей, блин, ёлки-палки. Ей, блин, ёлки-палки. И что поселенское? Понятно. Вместо её трудов. Видишь? Да. Тогда лучше моего мужика. Это удар. Это удар. Это не часто бывает. Вам повезло. Вам повезло. Вы увидите меня? Смутившимся! Смутившимся! Блин, а хочется именно его прочитать. Ну ладно. Тогда шансончик. Шансончик. Я его не помню. Бумажка есть. Видите, такая бумажка. Я написал очень давно. Спроста, неспроста. Это у меня не похоже. Но ни на кого не похоже. Здесь присутствующих. Ага. Это шансон. Классический. Это тоже делается под гитару. Наверное, такая мелодия. Такие типа, вот как пишут для песен Есенина. Тихо речка катит свои воды. За рекой застыл сосновый гор. Не дымят подольские заводы. Старый вор закурит беломор. Вспомнит он Россию за Уралом. Вспомнит первый свой тюремный зал. И отца он вспомнит генерала. Чьим наганом ювелирный брал. Подорвал в тайге. Попал к китайцам. Много где мотал за сроком срок. Как свои оставшиеся пальцы. Воровской закон знал на зубок. Он умел держаться словом вора. Мог сказать, а главное молчать. Приговор решить без прокурора. Сам себе и подпись, и печать. Но законы люди позабыли. И хана им, значит, будет тут. Раз свои свое не поделили. То придут чужие. Все возьмут. Вспомнит красных зон сороковые. Где в пятидесятых отсидел. Вспомнит и восьмидесятые шалены. Вспомнит девяностых беспредел. За понятия вспомните. Да поздно. Все погубит лютый беспредел. И давно погасла папироса. Вор стоял. И в сумерку глядел. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ